Всем привет! Сегодня испекла вот такой хлеб. Здесь пшеничная мука и ржаная. В магазинах он называется хлеб серый. Получился очень вкусный и с дразнящим аппетит ароматом. Хлеб я пекла на закваске, опару на созревание ставила на ночь. Через 8 часов она уже у меня была вот такая. На начальном пике своего подъема, пористая, пузырчатая, с очень приятным ароматом. Выкладываем закваску в дежуте стамеса. Добавляем воду. Всегда проверяю, как закваска держится на воде. Держится нормально, не тонет. Значит хорошо поднимет тесто. Добавляем чайную ложку с горкой сахара. 40 миллилитров любого растительного масла. Выкладываем муку. Муку я предварительно просеяла. Сначала выкладываем пшеничную муку. У меня пшеничная мука первого сорта. Затем выкладываем ржаную муку. Ржаную муку я не просеиваю. Добавляем чайную ложку с горкой соли. Тесто по этому рецепту получается достаточно жидким. Поэтому я его замешиваю лопаткой от начала до конца. Вот такое получается тесто. Вымешивать его долго не нужно. Как только увидели, что смесь стала однородной. Сразу можно замешивание прекращать. По возможности выравниваем поверхность теста. Можно это сделать руками смазанными растительным маслом. Миску с тестом накрываем и оставляем на расстойке на 2-3 часа. У меня тесто растаивалось два с половиной часа. За это время оно устроилось в объеме. Далее тесто нужно выложить в форму, в которой будет выпекаться хлеб. Это может быть и круглая форма, и квадратная, и прямоугольная, и форма для буханок. Я это делаю в перчатке, потому что тесто очень липкое. У меня алюминиевая форма для овальных буханок. Размеры формы я укажу в описании. Форму я хорошо промазала маслом. Выкладываю в нее все тесто. Нам нужно обязательно выровнять поверхность теста. Чтобы легче это было сделать, я руку смазываю растительным маслом. Можно воспользоваться вот таким небольшим валиком, у кого он есть. После того, как выровняли поверхность теста, форму с тестом накрываем и оставляем на расстойке на час полтора. Во время расстойки следим, чтобы тесто заняло всю поверхность формы. Примерно вот так. Тесто у меня растаивалось ровно полтора часа. Отправляем заготовку на выпечку в хорошо разогретую духовку до 200 градусов по Цельсию. Примерно на 1 час. Начинайте отслеживать выпечку, когда пройдет 45 минут. Это у меня не подгоревшая верхушка. Так на нее свет упал. Мне часто задают вопрос, с паром я выпекаю такой хлеб или без пара. Хлеб я выпекаю без пара, но у меня в духовке всегда лежит камень. Почему-то официально этот камень имеет название камень для пиццы. Хотя, мне кажется, в основном на нем пекут хлеб. Пиццу пекут гораздо реже. Вот так хлеб выглядит в жизни. Видите, корочка у верхушки совсем не подгоревшая. Ну, я, по крайней мере, такую корочку очень люблю. Вот на такое расстояние хлеб поднялся над формой. Это не недостаток расстойки теста. Это я не рассчитала объем теста для своей формы. Думаю, что количество теста для моей формы нужно было уменьшить грамм на 150, либо брать другую форму побольше. Хотя я считаю, что хлеб удался. Верхушку не сорвало, нигде у него ничего не вылезло. То есть, время расстоек было рассчитано правильно. Хлеб еще очень теплый, по-хорошему. Ему нужно было дать еще поостывать, но не менее трех часов. Но у нас дома хлеба нет, а пора обедать. Поэтому все торопят меня с этим хлебом. Мое предложение сходить за хлебом в магазин успеха не возымело. У нас дома никто не любит магазинный хлеб. Все любят мой хлеб. И готовы его есть даже не остывший. А горячий или теплый хлеб, это еще не полностью сформированная структура мякиша. И, конечно, есть такой хлеб не очень полезно. На будущее нужно все это учитывать. А это половина буханка хлеба, которая осталась у нас на следующий день. Естественно, за это время хлеб полностью остыл. Я ее порезала на кусочки. И вот посмотрите, совсем другая структура мякиша. Полностью сформированная. Серый хлеб, он гораздо полезнее, чем белый. И, на мой взгляд, вкуснее. Обязательно испеките себе такой хлеб. Это простейший рецепт хлеба на закваске. Друзья, продолжаю учиться украшать тортики кремовыми цветочками. Вот хочу похвастаться, какой я сделала тортик для семейного чаепития из вафельных коржей. Сами коржи я покрыла масляным кремом из сливочного масла и сгущенки, а верх украсила белково-заварным кремом. Тортик в пастельных тонах, потому что краски все сто процентов натуральные. А они, к сожалению, не дают ярких цветов. Вот такой получился тортик. Чаю попили с этим тортиком с большим удовольствием, но, честно скажу, так было жалко его резать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова